Складывается впечатление, что люди ответственные за стройконтроль, за закупки, за строительство в районе просто, ну не знаю, ведут себя как, не знаю, завоеватели на захваченных территориях. То есть какой-то вообще сюрреализм. 16 марта состоялось заседание Федеральной антимонопольной службы по Московской области в рамках разбирательств по включению нас в реестр недобросовестных поставщиков по инициативе администрации Истринского района. То есть это было вот такое желание насолить, отправить нас дисквалифицировать на два года и чтобы официальные органы признали нашу недобросовестность. Итог заседания ФАС. Мы полностью признаны добросовестной организацией. Соответственно вызывает вопрос теперь, кто из нас недобросовестный. То есть мы, как подрядчик, либо представители администрации. Ну, я думаю, решение официальных органов, которое уже вступило в свою законную силу, без лишних слов это все объясняет. Рассматривался вопрос уклонения заказчика от оплаты уже сделанных объемов работ, на что представители администрации, кто обозначал позицию в ФАС, сказали, что они ошибочно отклонили эти документы. Это вообще в целом, это выглядело просто жалко и позорно. То есть вот эти люди, бюджетники, которых заставляют врать нагло, причем в федеральной антимонопольной службе, официальному органу, у них вот дергаются глаза, они заикаются, не могут ответить на простейшие вопросы, потому что видно, что человека заставили просто оболгать добросовестную организацию. Договор считается действующим, чтобы они там не писали, как бы они не комментировали. Все это регулируется 44-м федеральным законом. Расторгнуть договор в данный момент после заседания ФАС, тем более, можно только через суд. И мы его готовы расторгнуть, потому что с таким заказчиком, с таким отношением работать, честно говоря, вообще просто даже не хочется ничего делать и никак с ними взаимодействовать. Такое ощущение, что как будто испачкался просто обо что-то. Суд нас может обязать либо доделать, либо скажет, расторгайтесь, оплачивайте, расходитесь. И оставшиеся работы потом также в рамках этого 44-го ФАС администрация должна будет разыграть среди подрядчиков. Вот два пути развития событий, какой именно будет выбран судом, например, и какие именно ходатайства будут удовлетворены, сейчас я предсказывать не берусь. Раз уж коснулись темы Гучкова, есть информация, что администрация разорвала контракт с подрядчиком, который как раз ремонтировал, реконструировал спорткомплекс. Вот почему это произошло, и стоит ли надеяться на то, что все-таки работа будет сделана? Да, это произошло как раз-таки в этом январе, но причина одна – варье и жилье. Мы, администрация городского округа Истра, не работаем с недобросовестными подрядчиками. Поэтому это сейчас как бы модно – выходить на торги, понижать цену до минимума практически, эффективно подписывать договора, имитировать работу, при этом ничего не делать. Это не для администрации городского округа, поэтому мы расторгли этот контракт, внесли их в реестр недобросовестных подрядчиков, ну и сейчас как бы заключаем новые. Причина одна – варье и жилье. Во-первых, конечно же, это было крайне обидно слышать, при том, что мы давно работаем в районе, сделали очень много объектов, по которым не было ни одной претензии. Позиция, в том числе официальных органов, четко показывает, где у нас жилье, варье, кто из нас недобросовестный. Причем лично, допустим, если рассматривать Татьяну Семеновну, вот я пользуюсь случаем, хочу обратиться. Лично я, например, как житель района, очень высоко оцениваю ее работу. Я вижу, как район преображается, украшается, там много что делается, так как работаю тоже в строительной сфере, это вижу. Но такое ощущение, что вот это окружение, ответственное за строительство, закупки, то есть там, где вот эти деньги, они просто дискредитируют главу района своим поведением, своей неадекватностью. Такое ощущение, складывается впечатление, что это просто какие-то олухи, которых наделили властью, они не знают, что с ней делать, они вот это рыщут, бегают по этим стройкам и вызывают вопрос им, что зарплату не платят или что. Или они действительно тут считают, что они оккупировали эти территории и тут, так сказать, могут всех ходить запугивать, склонять к каким-то действиям странного характера, зачастую незаконным. Поэтому вот большая просьба главе района по возможности обратить внимание на вот этих безответственных людей, которые наделены, еще раз повторюсь, серьезной властью. Вообще, в целом, по всей этой ситуации продолжаются разбирательства в АБЭП, в прокуратуре, в том числе Следственный комитет области проводят проверку. Даже за те нарушения и за те волюнтаристские решения, которые они принимали, когда они вот у нас пытались изничтожить, так сказать, и испортить репутацию, все на свете нам сделать, даже за это главное контрольное управление Московской области их уже штрафует и завело административные дела. Вот они. То есть мы же обратились, как и обещали, во все надзорные органы. Ну, если ГКУ штрафует представителей администрации, и еще до решений ФАС, и еще до судов, ну, наверное, это о многом говорит. Грустно, что до этого всего дошло. Все, что просили, мы делали. На все обращали внимание. То есть они просили, давайте нам нужно любой ценой заканчивать этим годом. Мы тратились на солярку, тратились на газ, прогревали эти огромные территории, несли дополнительные серьезные издержки для того, чтобы сделать. Кроме того, документация была сделана из рук вон плохо, потому что ливневая канализация попала под беговые дорожки, что могло привести к травмам у спортсменов. Мы осознанно пошли на дополнительные затраты, которых не было в сметах, выносили эту ливнюю канализацию за дорожки, чтобы сделать объект функциональным и безопасным. Ну, естественно, это никому не выгодно из них сейчас замечать, раз уж они заняли такую позицию. Ну, ничего, будем официальным путем отстаивать свою правоту. Ну, и постараемся к лету дать жителям новый стадион. Кроме того, Татьяна Семеновна Витушева в своем интервью обозначила в позитивном плане, что вот отремонтирован на территории того же спорткомплекса Гучкова батутный комплекс. Это была наша задача номер один – вернуть детям их батутный центр. И мы с этой задачей успешно справились, и буквально вот вчера я там была. Все очень довольны, и тренера, и дети, и родители благодарили нас. Ну, наверное, стоит напомнить, что этот же батутный центр ремонтировала наша же организация, которая потом вдруг стала жулье и варье. Я понимаю, что глава района, наверное, не может отследить все процессы. Вопрос просто, как подают человеку информацию. Батутный комплекс сделали какие-то хорошие подрядчики, а вот стадионы не сделали какие-то плохие. Ну, так же не может быть, согласитесь. Хотя это одна и та же организация. В открытых источниках есть вся эта информация, кто выполнял какие работы.